Мы мчались на перегонке с закатом. На двоих с моделью у нас было две вспышки Speedlight, 75 карт памяти, 5 упаковок аккумуляторов и ползаряда в радиосинхронизаторе, и бесконечное множество гелевых фильтров всех сортов и расцветок, а также софтбокс, рефлектор, кофр со стойками и чертов лай-диск. С ним ты ведешь себя, как какой-нибудь деревенский свадебный фотограф с Майведа или Горько. Ты полностью теряешь контроль над композицией, отсутствует равновесие в кадре. Мозг отчаянно понимает, что ты снимаешь какую-то чушь, но ничего уже не может поделать с сюжетом. Всем привет! Звук в этом видосе будет говно, потому что я забыл на работе взять петличку, поэтому буду писать прямо на камеру в режиме авто. Ну, звук в режиме авто там, да? Что получится, то получится, уж извините. Двери сзади себя не закрываю на улице, потому что сегодня необычайно жарко, и, в общем-то, я так уже потом истекаю. Вот, дверь прикрыл в комнату, а где-то там вдалеке кондер. Речь, как вы уже, наверное, догадались, в этом видосике пойдет о лай-диске. О лай-диске немного, я так сказать, порассуждаю. Сам я, к сожалению, не так часто этой штукой пользуюсь. Лай-диск, это по-умному, по-простому, наверное, сказать так, отражатель, да? Работает он с одной стороны очень просто, он всего лишь берет и как-то свет, в общем, отражает и перенаправляет, как вот с зеркальцами мы играли в детстве, с зайчиками там и так далее. То есть, то же самое. Применяться он, я так догадываюсь, может самым разнообразным способом, и как где-то что-то, тени смягчить. Ну, на студии на той же самой. То есть, в качестве некого источника света вторичного. То есть, есть некий первичный источник света, там, лампочка, солнышко, там, еще что-то. А он переотражает этот свет и перенаправляет его, как нам удобно, да? Либо тени смягчить, либо даже может выступать в качестве основного рисующего света, если мы модель вот ставим спиной к солнцу. А лай-диском мы с солнышко это отражаем, или лампочку, или фонарь, и направляем уже ей на лицо, на нее там какие-то такие моменты. Именно таким образом я, кстати, в этом видео, там, дальше пойдет пример, как я на съемку с ним выезжал. Ну, таким образом я и попытался его воспользоваться. Разумеется, удобно пользоваться лай-диском, когда либо есть специальная хитрожопая система крепления, которая позволяет нам выбирать любой угол, высоту, еще что-то, либо взять с собой кого-то в качестве ассистента, и чтобы он ходил и необходимым нам образом держал этот лай-диск на нужной высоте, под нужным углом, ловил свет, который мы хотим переотразить и перенаправить. Вот. И вот на этой съемочке мы приехали, вообще, кстати, припозднились, маленько надо было пораньше нам начинать, то есть мы приехали, уже солнце садилось. Какое-то количество кадров я успел поснимать при помощи лайн-диска, а потом впоследствии пришлось переключиться на обычный, соответственно, софтбоксик с... в качестве источника там спидлайт использовался, вот, ну, что поделать, солнце село, и все пришлось. Кстати, можно там будет в примерах и то, и то, и можно будет обратить внимание, насколько разный рисунок получается от лай-диска и от софтбокса. То есть у софтбокса то ли, ну, опять-таки, как применять, это же все очень индивидуально, кто-то так применяет, кто-то так, и, соответственно, по-разному у каждого человека может получаться результат. Вот. Что я хотел сказать в пользу, например, использования лайн-диска, ну, при условии, что у нас есть тот самый источник света, который мы будем переотражать солнце, там, или еще что-то. Его, скажем так, преимущество в сравнении с какими-то другими зонтами, там, софтами, просто вспышками. Это, во-первых, то, что он не искажает световую температуру основной среды. То есть, например, если это закатное солнце, и модель стоит контроликом, или там, боком к солнцу, и мы этот же самый свет переотражаем при помощи лай-диска. Ну, при условии, что мы, конечно же, используем его вот эту вот металлизированную серебристую сторону, либо тканевую белую. То есть там, где баланс белого существенно не будет изменяться, а, по сути дела, то есть свет, который переотразится с лай-диска, будет, ну, той же самой, плюс-минус той же самой температуры. Разумеется, есть еще поверхность, которая металлизированная, имеет золотистый оттенок, там, естественно, все намного будет теплее. Вот. Это, я считаю, плюсом, потому что нередко солнце имеет одну температуру, особенно утром, вечером, когда, ну, там, и вспышка имеет другую температуру, и немного, как бы, несовпадение вот это по цветам происходит. Тогда надо, наверное, какие-то гели применять, ну, гелевые фильтры, которые на вспышку одевать и подгонять эту температуру. Ну, может, для кого-то, наоборот, это будет хорошо, что разность температуры и там какой-то эффект своеобразный даст. Вот. Во-вторых, сам вес лай-диска, ну, это его, кстати, теневая сторона, флаг, то есть, наоборот, свет закрывать, экранировать. Кстати, и так можно применять, да, то есть, способов применения много. Сам вес небольшой, габариты, ну, если его свернуть, тоже относительно, как бы, не сказать, чтобы особо великий. То есть, ну, вот это 110 сантиметров, то есть, ну, вот, такая вот фиговина получается. В общем-то, не так много, и если рюкзак большой, даже может рюкзак фотографически поместиться. Ну, сумки-то, наверное, нет, рюкзак, да. Вот. Плюс ничего дополнительного не требует. Не требует, например, как при работе с той же, с теми же самыми, там, при стробизме, никакие вспышки, никакие, там, дополнительные софтбоксы, модификаторы, синхронизаторы, то есть, все это настолько заморочено, что-то там, вот эти все мелочи, батарейки всякие, ну, там, и так далее. Вот, просто вот одна эта лепеха, и все, и больше ничего по факту не надо, ну, и придумать, как это, собственно, будет крепиться, чтобы оно работало. Тут либо человек, говорю, либо какая-то система установки крепления. Она может быть как сложной, так и совсем простой. Вот я, в частности, просто применил одну единственную стойку и зажал этот диск вертикально, просто приподнял его чуть повыше, чтобы свет отражался от него, шел хотя бы немного сверху, чтобы, ну, все этот теневой рисунок получался, как бы, немного вниз тени уходили. Почему? Потому что, ну, в природе, как-то естественно, мы привыкли наблюдать, что все-таки в большинстве случаев свет на нас падает откуда-то сверху, а не снизу, или там, и так далее. Поэтому и логистам, если мы его тем более хотим использовать как рисующий свет, надо, соответственно, также подбирать положение, чтобы отраженный от него свет падал на модель сверху вниз, ну, хотя бы немного сверху вниз, ну, не пускается, наверное, случай, когда и просто сбоку какой-то боковой свет. А на студиях там по-разному, там бывают лайдиски, снизу подкладывают, например, сверху светит какая-то портретная тарелка, и чтобы тени немного от нее смущить, потому что там у нее все-таки такой достаточно жесткий свет получается, ну, подставляют лайдиск, особенно крупные портреты снимают, там, плечевой, поясной, там, запросто лайдиском можно это дело подсветить. Ну и все, сейчас я покажу вам видосики, опять-таки форматик, что вот я снимаю со стороны, и туда буду вставлять вставки, картиночки. Естественно, картинки с постобработкой, естественно, они там, рожа, кожа, все дела, там, тени, шмени, балансы белого, то есть все потянуто и так далее, что-то я с ними делал, то есть это не фотографии прямо из камеры, надо это понимать, но, тем не менее, разница между тем, что делает лайдиск, по крайней мере, у меня, то, как я пользуюсь, и что получается с софтбоксом, в общем-то, сразу невооруженным глазом видно. Сразу поймете, где закончилось одно и где началось другое, ну, и там, по контексту видео тоже будет все понятно. На этом, пожалуй, я, как бы, разговорную свою часть завершаю, спасибо, ну, и потом я в видео уже, наверное, появлюсь. В общем-то, спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, там иногда что-то я выкладываю новенького, думаю, с этой съемки как раз я туда что-то еще дополнительно выложу. Ну, а за звук меня, ребят, простите в этот раз, так вот я что-то как-то на выходные вышел с работы до дома и не подрассчитал, что буду записывать видео. Все, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok